Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня я хочу рассказать о своих покупках с Алиэкспресс. За последнее время пришли мои товары с Алиэкспресс, и хочу рассказать, их не очень много, хочу рассказать, что я о них думаю. В общем, первое, что мне пришло, это щетки две. Я не знаю, показывала я вам видео или еще буду показывать, где я их сравниваю с жидким контурингом. То есть я купила себе специальный контуринг, там, хотела попробовать, в общем, ни разу не пробовала. В общем, они для контуринга, потому что они пришли маленькие. Вообще, я думала, что они для тонального будут, но размер их, я не знаю, с чем сравнить, потому что я думаю, что вот примерно вот такой у меня размер, то, что я крашу, бибикрем наношу, да, вот такой размер, вот посмотрите. То есть это для консилера, что вот это, что это. Но я осталась ими очень довольна, потому что они очень мягкие, я оставлю ссылочки внизу на них. Я довольна, и, девчонки, если вот для консилера прям, что одну, что другую. Они очень мягкие, вот это очень плотно набитая прям вся такая, и она прям мягенькая такая, как будто бы, вы знаете, я бы подумала, что это натуральный. То есть меня бы можно было бы надурить, если бы сказали, что это натуральная шерстина. Шерстина. В общем, две вот эти вот классные, я ими пользуюсь и очень-очень довольна. И вам рекомендую. Ссылки оставлю внизу под видео, кому интересно. Также пришли ко мне вот такие вот кисточки. Я уже, конечно, купила себе набор целый буквально за день, и на следующий день пришли мои кисточки, и они как раз все у меня для растушевки. Но все равно, я думаю, в наборе лучше оно для растушевки. Но вот здесь как раз, как я и сказала, да. То есть одна идет вот такая вот для растушевки, другая идет как бочонок, третья идет скошенная немного. В общем, четыре в наборе идут. Ну, такие симпатичные, нормальные. Ворс приятный тоже, не отвратительный. И, ну, то есть пригодится. Кисти никогда не бывают лишними, в общем-то. Поэтому хорошо. Я тоже оставлю ссылочки на них внизу, кому интересно. Кисточки неплохие. Также я заказала себе вот такой вот, чем он мне нравится. Маленький селфи-палка, в общем. Чем он мне нравится, тем, что он вот так вот складывается, и просто в ладошечку. Смотрите. Он реально очень маленький, его можно носить в сумке. А так у меня в машине все время лежит моя селфи-палка, которая вот такая вот где-то. И я ее не беру, потому что ее вот тащить надо, куда-то положить. И вообще это как-то стремно там, да. А это вот раз. Раз. Ну, она, конечно, не такая длинная, как та. Но достаточно, девочки. У кого еще руки длинные, вообще классно. То есть, ну, достаточно вытянула руку, и просто там намного, много можно захватить с этой палкой. Ну, и самое классное, что реально ее просто можно взять с собой. Это очень-очень удобно. И подходит она на любой телефон, потому что она идет вот сюда в наушники, втыкается, и сразу контакт как бы идет с телефоном. Мы пробовали это и, ну, на всех телефонах практически. HTC, iPhone, Samsung. Пробовали еще даже, не помню название этого телефона у подружки моей. Поэтому сразу все фоткает, и классно. И цвета классные. Там есть и розовый, и белый, и зеленый, и фиолетовый, и синий. Ссылку тоже оставлю внизу. Она стоит совсем недорого. Около 200 рублей что-то, по-моему. Ну, в общем, посмотрите. Классная штука. Вот это рекомендую. Также прислали мне вот такие вот помады. Девочки, купила эти помады, потому что увидела у одного из блогеров. Она делала обзор на Алиэкспресс. Может быть, кто видел. Вот такие помады, они матовые. Вот с такими розочками. Девочки, это отвратительные помады. Сейчас мы накрасим с вами, а я вам покажу. И птичек беру, знаешь. С этого, с Алиэкспресс. Сейчас мы с вами поэкспериментируем, и я... Блин, ну что я руками стирала? Они будут говорить, руками стирает, дура! В общем, я же все тут взяла, что можно только стереть. В общем, ничего страшного. Дома я стираю, короче, руками. В общем, я хочу вам показать. Вот. Беру красную помаду, чтобы вы поняли просто, что за эффект, и что мне не понравилось в ней, и вообще как бы, да. Я такая, вау, вау, матовая помада. Открываю ее, начинаю красить. Пахнет замечательно, мягко. Начинаю красить. Причем я с этой девочкой списалась. Говорю, правда, там все соответствует, ну, как бы, цветам. Она такая, да, помада замечательная. И вот, я намазала свои губы. Такая, думаю, клево, клево. И через какое-то время вдруг они начинают... ...липнуть. И чем дальше время, тем сильнее они липнут. Абсолютно неприятные. Вы понимаете? И чем больше вы вот так вот делаете, они начинают сдираться каким-то неровным, непонятным... Это ужасно. Можно так случайно... Ну, это еще... Еще по лайту как-то у меня оно сейчас делается. Я вообще прилипла тогда реально двумя губами и думаю, офигеть. Вот так вот на свидании намазала себе губы, прилепилась. В общем, короче, это вообще не айс. И оно не... То есть, ну, если я смочу вот так, да, там... А на раз, вроде нормально. Но потом губы подсыхают. А использовать две помады, то есть сверху еще увлажнять матовую помаду... Ну, это вообще, короче, не камельфо. Есть нормальные матовые помады, которые реально нормально наносишь. И нормально они держатся, и не слипаются, и ничего. Вот этот самый вообще трэш и минус. И вот запомните, пожалуйста, вот эти помады. Знаете, что они слипаются? Да, яркий, насыщенный цвет. Я не спорю. Сейчас еще мне пришла одна штука классная. И, конечно, для фотосессии будет круто. Но у меня есть другие помады красные, и я буду их использовать, а не эту помаду. Просто я прилипла. Запомните. Я тоже на них ссылку оставлю внизу, чтобы вы их не покупали, если что. И вот такая штука пришла мне. Вот это клевое! Вот это классное! Смотрите, какая будет классная фотосессия, когда я его так одену. Та-да-да-дам! Она немножко неровненькая тут пришла, но мы ее поправим, что ли? На глазки натянем. Ты-ди-ди-ди-ди-ди! Такие ушки на макушке! И красная помада, да? И будет у нас все вот так чики-пуки. А уши какие у нас сексуальные В общем, вот эта штука мне нравится Она, по-моему, 250 рублей Я ее нашла, и я очень давно хотела такую купить Вот это прям на глазки должно быть Вот так, немножко перекошенный, короче, этот Hello Нет, ну должен быть не так Поправить надо вот так Должно быть вот так, примерно, короче Вот, все, и мы фоткаемся, в общем В общем, на фото там уже все поправить можно Но вообще, эта штука мне очень нравится Я сделаю фотосессию Видите, она немножко вот здесь неровненькая Не продумали они этот момент Прислали мне Одна выше, другая ниже Но суть-то не меняется Вообще, такую можно сделать самой, девчонки У кого есть руки, можно сделать прикольно Здесь просто ободок и просто проволоки Ну все, можно вот такого пониже еще сделать Тут оказывается у меня В общем, можно экспериментировать Вот эта штука мне нравится, я, короче, довольна Потому что фотосессия может быть классная Вот Итак, девчонки, с Алиэкспресс все закончилось у меня И ссылку тоже на эту штуку я оставлю внизу Если кому-то что-то понравилось, вы пишите обязательно в комментариях Что вам понравилось, может быть, тоже что-то заказывали Может быть, что-то тоже видели прикольное В общем, если есть что сказать, пишите в комментариях Я обязательно отвечу И ставьте лайк, подписывайтесь на канал И мы с вами увидимся в следующем видео Пока-пока Забыла сказать Недавно я рассказывала о своих покупочках Где я покупаю вот на классике все Это, видимо, ну с Алиэкспресс у нас все Да, я постоянно повторяю уже Кто-то знает это все И я там купила себе тушь Я говорила вам, что обычно я покупаю Литуаль тушь там То есть, ну, в нормальных магазинах То есть, только сколько она стоит Что все нормально А тут я купила телескопик себе за 200 рублей, девочки Я хуже-то уже не видела Я ей намазана сейчас хорошо Я сдалека, вы меня не видите Я даже нижние ресницы не стала мазать Вот так Я не знаю, может кто-то пользовался И скажите мне Вот мне интересно Она в реале как бы тоже так же Просто мне склеила все ресницы Она их не расчесывает Тушь накладывается Ресницы склеиваются Потом я взяла щеточку отдельно Начала расклеивать свои ресницы Они все равно склеились Я не пойму, от чего это зависит Это от щеточки Но у меня тоже такая силиконовая щеточка На других, например, на Vivienne Sabo И все замечательно Там просто вот такой распахнутый взгляд А здесь она все склеила Мне кажется, это зависит от туши Консистенция, которая там внутри Какая-то дешевая Которая просто что-то трэш делает с ресницами Я просто тут мучилась Полчаса красила ресницы В общем, я ее просто, мне кажется, выкину И не знаю, может кто-то еще попробует И покрасит из моих подружек И скажет, может быть, что-то я делаю не так Но я туши такую еще не встречала Поэтому запомните, пожалуйста Это именно, ну, я думаю, что То, что на китайском рынке продается И, в общем, если кто-то пробовал Скажите мне, если есть какой-то опыт У кого-то именно тушами китайскими пользоваться Может, мне такая попалась Или что-то я делала не так В общем, пишите в комментариях Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok